Приветствую любители ММА! В эфире Фаворит Бет. Я продолжаю считать дни до UFC 229, в мейн-эвенте которого бой года Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова. Видео, где я рассказал 5 причин, почему поединок выиграет Нурмагомедов на канале. Заходите и смотрите, ссылочка будет в описании. Сегодня предлагаю поговорить о 5 причинах, почему бой выиграет Ирландец. Готовы? Погнали! Сам факт поединка означает, что Макгрегор на него согласился. Это не обязательно защита титула, ведь Мак уже полгода как лишом пояса. В топе аргументов деньги. Сейчас единственный, с кем Конор может получить крупный гонар в ММА, это третий бой с Диазом и Хабибом. Но Ирландец не бедствует. За поединок с Мэйвезером ему капнуло плюс-минус 100 лямов. Если встреча с Хабибом настолько фатальна, как считают болельщики Орла, то можно было бы подождать, не раскачивать лодку. Ведь записывать еще одно поражение в ММА Мак явно не желает. Вывод. Конор и его команда верят в победу и готовятся серьезно. Возможно, они что-то знают, но не говорят. Вторая причина вытекает из предыдущей. Конор прекрасно готовится к различным соперникам. Он вышел на бой с Диазом после сабмишина и победил. Вышел против лучшего боксера современности и в первых раундах показывал равный бой. Против Макгрегора выходили Альварес и Менес с борцовской базой. И Конор нашел ключи к каждому. Правда, к выступлению Альвареса есть отдельные вопросы. Впрочем, это уже совсем другая история. А тактика Хабиба предельно проста и понятна. Защита, потом клинч или проход и перевод в портер. Плюс в команде Мака есть Диллиан Деннис, который работал с ирландцем еще со времен реванша с Диазом. Диллиан – выдающийся мастер бразильского джиу-джитсу, чемпион и призер мировых турниров. А сейчас выступает в Беллатере. Деннис – постоянный спарринг-партнер Макгрегора по грэплингу. Тем не менее, Хабиб – сильнейший борец дивизиона. И сильнейший борец из всех, кого встречал Конор. И противостоять в портере ирландец не сможет ни при каких условиях. Кто бы его ни тренировал. Но разработать тактику и натренировать технические действия, учитывая сильные стороны Мака, минимизируя риски, команде под силу. Доказано ранее. Сильнейшая сторона Макгрегора – навыки в стойке. Правый апперкот и левый прямой Конора принесли апатажному бойцу 18 побед нокаутом. Кроме силы удара, блатят высочайшей скоростью, чувством дистанции и тайминга. Стойка – единственное место, где у Макгрегора тотальное преимущество. Бой начинается в стойке. Этой фразой зачастую фанты ирландца парируют высказывания о борьбе Хабиба. И это не безосновательно. Действия Нурмагомеда на ногах зачастую топорны. Защищаясь, Хабиб отходит ровно по прямой, поднимает высоко подбородок и отводит голову назад. И не отличается изобретательностью. Для него будет невероятно трудно сокращать дистанцию. Конора будет наказывать за каждую ошибку и создавать моменты. Посмотрите, как он уничтожает Альда, разделывает Альвареза и Диаза в первых раундах. Плюс у Макгрегора была подготовка к боксерскому бою, что еще больше прокачало его ударные навыки. Да, у Макгрегора не хватит вносливости, чтобы пройти в таком темпе всю дистанцию. Но вопрос, сможет ли Хабиб сдерживать оборону в первых раундах. Еще одна причина – бой с Элом и Аквинте, в котором Хабиб получил титул чемпиона. Эл вышел на коротком извещении вместо Фергюсона и Холлоуэя. Болельщики ждали тотального уничтожения от прошедшего полный лагерь дистанца. При том, что Аквинте занимает 11-ю строчку рейтинга. Первые два раунда Хабиб выиграл присущие манеры. Тейкдаун, контроль в портере и нанесение урона. Но вот в третьем и четвертом Нурмагомедов решил подраться в стойке. И это не выглядело так уверенно. Несмотря на обилие джебов от дагестанца, Аквинте постоянно атаковал и был очень опасен. Плюс, ему удалось защититься от нескольких тейкдаунов. Признаюсь, глядя на третий и четвертый раунды в исполнении Хабиба, меня не покидало мысли, что будь там Макгрегор, бой закончился бы совсем по-другому. И это не музыкальное шоу, а потому что Конор это Конор. Незаурядный боец, который способен удивить необычайным перформансом. Сколько строили тактики и предположения перед боем с Сальдо. Сколько было слов перед Альварезом. Мало кто верил в успешный реванш с Диазом. Но Мак выходит и делает результат. У Конора этого не отнять. Последний пункт так и называется. Х-фактор. Потому что хрен знает, что выгинет этот ирландец. Может он научился бить локтями из гарда, как завещал Фергюсон. Может он обманет Хабиба в стоке и вырубит за 13 секунд как Альда. А вдруг он сделает невероятное и сам проведет тейкдаун. Увидим только 6 октября. Такие яркие поединки, как Хабиб Макгрегор, бывают только раз в году. Но вот футбольные дерби случаются гораздо чаще. Переходи на сайт Фаворит Спорт и выигрывай поездку на матч своей мечты. Какой матч выбираешь ты? А что думаете об этом поединке, вы пишите в комментариях. А также ставьте бойцовский лайк, жмите на подписку и на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео от команды Фаворит Бет. С вами был Фаворит Бет. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok